Мне кажется, что это место осиротеет навсегда, если отсюда его убрать, это раз. Во-вторых, если ему где-то и находиться вот в таком человеческом виде, то только здесь, потому что это логично. Он здесь жил, он ходил здесь гулять, в попытках выздороветь. Это единственная скульптура, единственное его изображение, где мы его не возвеличиваем, не поклоняемся ему, а где его можно просто полюбить, что и происходит здесь на проспекте. Его любят дети, они обнимают его, фотографируются с ним. Ну, кто-то ведет себя не очень прилично, но это же не его проблемы. Это проблемы того, кто себя ведет неприлично. Но из того, что сегодня происходит, мне кажется, надо сделать один и самый главный вывод, что в республике должен быть создан профессиональный, открыто работающий совет по монументально-декоративному искусству. И если бы все эти вопросы были решены в стадии подготовки и потом принятия решения об установке скульптуры, наверное, сейчас всего бы этого нет. Скульптурная скульптура – это явление в мировой художественной культуре. И что ни в коем случае нельзя так поступать с памятниками великих, признанных скульпторов, таких, каким является Владимир Соский. Смысл переноса коста в музей, то есть спрятать его, якобы потому, что к нему недостаточно уважительно относятся. Получается, что вандалы победили. И плюс это еще и неуважительно по отношению к автору памятника. Это все-таки был подарок. И, ну, наверное, это не очень красиво, чисто по-человечески. Поэтому, несмотря на мое неоднозначное отношение к самому произведению, я думаю, что не надо вообще бороться с памятниками. Это всегда плохо заканчивается. Во-первых, какая-то странная топография, типа, топонимическая комиссия. На основании чего она принимала такие решения? Как скульптура связана с топонимикой? Очень много вопросов. Здесь еще, видимо, как-то замешана сама фамилия Хитагуровых. Но как связано с фамилией Хитагуровых, с таким общеосетинским наследием, как Паста Хитагуровых, тоже ничего не понятно. Милиция не понимает, что происходит, сама подходит ставить подписи. В общем-то, какое-то безумное такое народное единение. Мне кажется, что вот в этом ценность сегодняшнего мероприятия, что все мы здесь сегодня собрались. Любая работа проходит в совет, градостроительный совет, согласовывается с фамилией. А тут на тихую, дождливый вечер, здесь компашка собралась и вот это установили. Вот, пародия. Это пародия. Свою ненависть показал Осетин. Коста – звезда Осетии. Поэтому, значит, чтобы уничтожить, унизить Коста, вот он вот это сделал. Другой такой работы здесь про унижение у Коста не найдет. Любой скульптор может вам сказать, что вот в таких местах меньше двух натур нельзя ставить. Запрещено и не положено. Я против переноса этого памятника. Насколько я понял, основная претензия людей, которые хотят его перенести, это и с фамилией Хитагуровой. Нет, великий. Основная претензия – то, что он маленький. И то, что, значит, не положено великому поэту быть вот таким вот незначительным, что значит. Не обязательно великий человек, у великого человека должно быть большой и высокий памятник. Это бред. Это чуть-чуть архаичное представление о вообще искусстве, культуре и так далее. То есть выше не значит величие, больше не значит лучше. Абсолютно это не так. Памятник очень хороший, классный памятник. Он выражает, ну, олицетворяет именно человеческое отношение. Обычно, он был обычный человек. Обычный человек, великий поэт, безусловно. Обычный человек. И вот таким его изобразили. Да, он болел, да, он, я не знаю, спал. Один в туалет, извините. Обычный человек. И вот олицетворение обычного человека, да, делает более человечным и, как бы, вообще отношение между людьми, да, вы относитесь к великим людям тоже, как к обычным людям, да. И вообще деминфиологизация, она очень важна. Вообще любые мифы только вредят обществу. Это ничего хорошего. Это архаизм, от которого он должен уходить. Это архаизм.